Буэнос Диэс, гайз. Ядерный рассветный заряд вашей экрана. И если вы видите вот это вот меню, это значит, что мы начали четвертый сезон РКП. Да, третий был коротковат. Во втором, гребанных 40 серий. Первый, на данный момент я его даже не закончил, у меня сейчас на календаре 18 июня, поэтому даже еще второй не до конца вышел. Ну, это на текущий момент, потому что я иду с большим опережением, специально, чтобы бесперебойно радовать вас новыми видосами. А мы начинаем проходить Экс Махина. Во-первых, игра характерна тем, что в свое время она подарила мне кучу положительных эмоций. Просто потому, что, может быть, графоний, физика не на самом высоком уровне, но... Но сюжет тут на высшем уровне. И, опять же, очень качественная озвучка, потому что разработанная игра в России. Екатеринбургский Targum Games. Эти ребята потом приложили руку к созданию Crossout совместно с Gaijin Entertainment. По-моему, сильное заявление. А мы его проверим. Ух, кажется, намечается Жогова. Жогова не сохранила точных сведений о темных временах, наступивших сразу после катастрофы. Доподлинно известно лишь то, что люди выжили в отравленном воздухе благодаря защитным маскам. Это творение неизвестного изобретателя уравняло всех. Тонкая преграда, вставшая на пути неминуемой смерти, стала символом нового человечества. Маски сплотили людей и придали им силы бороться за место под солнцем. Возникли новые поселения вдали от прежних городов, ставших братскими могилами. Постепенно были налажены связи между разрозненными группами выживших. Фермеры, шахтеры, торговцы. Возвращение к простым занятиям пошло только на пользу растерянным людям. Но человек остается человеком во все времена. Остались те, кто сохранял мудрость веков, чтобы делиться ею с миром. Были и те, кто предпочел созиданию разрушения. Вступительный ролик. Проснулся, Лежебока. Уже битый час я жду тебя, чтобы сказать кое-что весьма важное. А ты опять спишь, как сурок. И тебе доброе утро. Чего нервничаешь? Ладно, остынь. Вот так. Сегодня большой день в твоей жизни. Ты всегда был мне верным подспорьем и многому научился от меня. В общем, я решил, что настало время твоего совершеннолетия. Теперь ты настоящий мужчина и можешь делать все, что пожелаешь. Даже завести семью. Но лучше, конечно, сперва спросить разрешение. Неужели этот день настал? Я думал, меня будут до старости мариновать на этой ферме. То есть я хотел сказать спасибо огромное и постараюсь оправдать оказанное мне доверие, сэр. Опять ты ерничаешь? А мне столько надо тебе сказать. Что, прямо сейчас могу сесть и ехать, куда захочу? Ну, если ты так торопишься сесть за руль, то отправляйся в Южный и передай Сергой этот пакет. А разговор отложим до твоего приезда. Ура! Я мигал. Бывай, старик. Ну что ж. Нет. Системпункти не нужна. Нам дали какое-то сральное ведро без перегородок. На котором, тем не менее, можно покататься. И даже в какой-то момент... Капельку понагибать. Один слот для апгрейда кабины. Слабенький пулемётик. 20 слотов инвентарей. И сотня денег. Жалко, форсажа нет. Хотя здесь система нейтроускорения тоже присутствует. Блять. Мне кажется, знаю, на какой машине мы поедем на финал. Другой вопрос то, что её надо будет откуда-то высрать. А то это ведро совсем нихуяще не ездит. О! Ну это, скажем так, мягенький туториал. Опа. Ты где, блядь? Следующий! Этот готов. Так, у нас пока перезарядочка. Ещё один пулемёт спиздил. Причём почти не обдамажился. Что хорошо, пулемётик на крыше. Может хуярить на 360. Заправка. Топливо это говно только нюхает. Поэтому... Я так чувствую, мы на одном баке доедем до того момента, когда мы его продадим к чертям. Ну или хотя бы пару раз апнем. Смерть бандита! Опа. Так, по тормозам. Где-то, сука-е. Я тоби по-русско-тыно. Хотя, на самом деле, я абсолютно русский. И украинский не мой родной язык. Поэтому не надо мне застроить. Ну окей-окей. Ты, бляди. Так, 41, 61, 55, 70, 70. Ну, подумаешь, прокатился, положил трех орков. Да и вообще, несмотря на потрёпанную кабину. Я только прикидываюсь грудой металла. Хотя, почему прикидываюсь? Блядь, на этом ведре далеко не уехать. На самом деле, даже уже вторая лока. И всё, пиздец. О, доты. А ты, чухов, пизда, зубатая. О, доты. На самом деле, вот этот вот момент. Это, скажем так, выбор начала, так сказать. Потому что... Как бы вам так объяснить-то? Потому что, если вы согласитесь с ней поехать, загадок в начале будет больше. Но, с другой стороны, концовочка тоже будет немножко отличаться. И сам сюжет, в принципе, будет различаться. Так, ну, тут его одолевать не буду. Пойду пополкаюсь. Так. О, оно даже заработать удалось. Так, что-то ещё... Пойду. Пойду. Так, журнал. Книга. На самом деле, это ещё очень хороший технический момент. Потому что не пришлось делать лицевую анимацию. Можно всё списать на маске. А мы, на всякий случай, сейбаниваемся. Вообще, надо взять за правило. Савится после каждой миссии. Дайте, на всякий случай, посмотрю кнопку квиксейва. Квиксейв F2, квиклоутов 3. Ништяк. Сейчас, скорее же, опять придётся пострелять. Похоже, мы не... Короче говоря, мне это чем-то напомнило гибрид Fallout as World of Tanks. Как пидорас. Ну, потрепали немножко. Дайте-ка подумать. Потом это ведро можно продать. Взяв взамен, ну, сперва, молоковоз. Потому что этот бак у него достаточно здоровый. Блумбак. Объём трюма, так сказать. А потом уже либо Миротворец, либо БелАЗ. Я, наверное, предпочту второй вариант. Потому что БелАЗ очень весело апгрейдится. Терминатор плюс Колосс. Я имею в виду, что кабина и кузов это вообще невъебенная связка. Но это далеко идущие планы. Это большая такая перспектива. Ебучий случай. Это что такое? И честно вам сказать, я игру проходил, ну, примерно процентов на 70. Поэтому концовка для меня тоже загадка. Потому что я как бы особо не спойлерил сам себе. То есть, конечно, так почитывал, что будет дальше. Но... Ни хера не запомнил. И ни хера не понял. Что за ебаный ты в рот? Сынок. Отец! Что здесь произошло? Кто это сотворил? Слушай, ты, мой приемный сын, возьми эту вещь твоего настоящего отца. Найди Бена Дросселя. Он исследователь. Он поможет. Сын, не дай ненависти. Отравить твою душу. По-моему, это был тот же перец. Что звучало... У меня ведь никого не осталось. Короля вначале Элдерск был 4. Не помню, правда, кто у меня. Это письмо. Если ты читаешь это письмо, он не помнит. Значит, я не смог вернуться и вылезнуть из вас. Я знаю, что Дмитра Тушно справился с этим задачем. Я вижу тебя, такого молодого и молодого сына. И сердце мое обливается к сердцу. Я виню себя за то, что меня не было рядом, и я боюсь. И это мое страшное наказание. Но знаю, что я не мог поступить иначе. И видо мной стоит задача всей жизни. Только выполнив задуманное, смогу я успокоиться. И вновь почувствую себя чудом. Если нет, значит, я недостойчив. Это письмо тебе не может быть. Прости, если смотришь. Ты всегда в моем сердце. Ну, короче говоря, понятно. Хвост сцены я все-таки промотал. Блядь, печальный момент. Дико печальный. Каждый раз, как в первый. Вот, серьезно. Потому что даже несмотря на то, что именно вот этот момент я видел далеко не один раз. Даже помнится. Года 3-4 назад я пытался начать снимать именно Экс Махина. Но все обернулось шиком. И дальше одной серии дело не зашло. Ну, сейчас я, как говорится, настроен более решительно. Ну, хобби у человека такое. Что ты сделаешь? Ага, я тебя сейчас сам возьму в анал, придурок. Готов. Отдай. Так, что у него тут есть пиздатого? Так, 50, 38, 70, 46, 60, 28. Нахуй. Так, 120, 46, 60, 38, 28. Заебись. Так, что в журнале интересного? Письмо и диск. И опять же, пасхалочка. Диск магии войны, разработанный Таргемом. Ребята, кстати говоря, напичкали игру отсылками. Ну, вот опять же, имя настоящего отца чувака, Айвин Го. Это отсылка к Вальтеру Скотту, ну, это ясен хуй. Бен Дроссель, ну, лысый из Форсажа. Он же Марк Синклер, он же Вин Дизель. И так далее, и тому подобное. Отсылками игра набита, как моя память ботхёртами, на самом-то деле. Ладно, сейчас едем снова в город. Там будем разбираться, что, как, куда, кого и в какую дырку. Тут, по-моему, еще какие-то петучи могут быть. Хотя не очень хорошо помню, на самом-то деле. Вариантов прокачаться, похимичить, пошуметь здесь, ну, прилично. Дорога копать. Потому что, ну, для примера. Если так подумать, можно нехило так зарабатывать на торговле, если у тебя прямые руки. Вон, еще один Венчик. Правда, получше упакованный, чем мой. Блядь, используют Вены в качестве транспорта. Такая себе хуйня. Так. Сейвимся. Сразу же бежим в бар. Так. Торговать. Дорога. Тортофон. Так. У меня, в принципе, хватает денег на спектр. Так. У шершня. Четыреста выстрелов в минуту и полкило. Дальность. Ну, это вот. Шестьсот в минуту. Ну, тут спектр КД чуть побольше. Прежде говоря, решено. Берем спектр. ПКТ. А то это бомба, конечно, не пукал. Блядь, я чуть не вкурил. А чем различается обычный спектр со смертельным? По-моему, ничем. Отличный, да, я вижу. У него прочность повыше, но меньше точности. Короче, берем стоковый. Так, у меня еще шестьсот бачей. Давайте-ка посмотрим, что-то есть по кабинам. Работяга. Скорпион. Каскад. Борг. Сокуяня. Ну, а по транспорту только вены и есть. Тогда Ченилова. И Съебалова. Так, карта. Ага. Как дела? Ну, у него патрон в обоим побольше. Несмотря на чуть больше и КД, у него чистый ДПМ. Выше. Не кисла такая с нашей машины. Что-то мускрипт-то я хуй пойму. И КДМ. Мnite. М Jin. Много. Мной. Много. Патрон. Много. 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 на всякий случай осматриваемся нет ли какого-нибудь рядом но нам по идее туда а еще еще единственный по-моему жопоразрывающий минус этой игры это невъебенно косой автолевелин потому что в принципе я могу всю игру пройти на вейне бак и это все шуты вез ебать колотить так ладно пиздуем дальше блять деньги высасывают ей и бубля так снова сейф так вот тихо так загрузочный экран хорошо что локации достаточно здоровые по идее мне надо гуру как-то объехать ну перевал я на этом бедре вряд ли возьму а вот объезд тут однозначно должен быть рука где конкретно съезд задумать улет я уже нихуя не помню сука сука блядь был болезненно перевал что блядь вот память рыбья ща будет эпично если я начну бродить тудым-сюдым тянет принципе перевал можно взять ахунь блядь это ведро даже прыгать умеет в какой-то мере а так фары которую все которую паши из которых паша только одна уход светит то ладно а 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 у него дальность поражения выше резь а а а а а а а а и и дэник нейт ты чё придется ебучего крюка давать через всю карту такому сокожи меня не готовила тем более на этом ведре по моему проезд уже что-то здесь так работа звука по привычке зажал правую кнопку чтобы заблокировать вращение не потянет конечно точности просто блять ведро груда сука металла вот как так а но наконец-то я под прикрытием ебись ты провались пару последнюю разбили псы схватил не вышло тут ничё интересного деньги мне ясенку и нужны гыг так сеемся где-то там бандидас короче бандидаса надо прикончить барахло забрать потому что я хочу что позлее попрочнее желательно побыстрее я заебался таскаться как беременный чипера сейчас только единственно тормознусь посмотрю чё по хронометражу ну полчаса где-то ссори за глич ребятки ну да ладно в принципе на данном моменте я бы серию прервал конечно надеюсь первый блин получился никому спасибо всем кто смотрел подписывайтесь ставьте пальцы вверх комментируйте обсуждаете пишите ставьте колокольчики делайте все что вы уже очень хорошо умеете а я хочу проверить насколько еще раз всем спасибо пока увидимся в следующей серии